Ребята, всем привет! Меня зовут Никита, я преподаватель математики в онлайн школе УМСКОЛ. И сегодня мы с вами разберем все возможные прототипы номер 11 сборника Ященко ЕГЭ 23 года. Очень интересный вариант, чтобы посмотреть вообще, какие у нас есть возможные прототипы, что можно ожидать на ЕГЭ 23 года, что вообще изменится или изменится ли вообще, как решать все возможные прототипы. И здесь на самом деле есть важный момент, который я хотел бы сказать сразу, что вы не питали ложных иллюзий. Задачки не сильно, сильно изменились, есть важные моменты, которые стоит обсудить. И что прослеживается во всем сборнике, так это именно то, что все возможные прототипы номер 11, они повторяются в течение варианта, и типа решать одни и те же задачи я не буду, я рассмотрю все возможные прототипы, их там порядка, там, что-то около 12 штук. Вот, мы с вами разберем, вы посмотрите, как решать, и вы будете понимать, как решается вообще говоря все. И прежде чем мы начнем, ребят, давайте познакомимся, если кто меня не знает, меня зовут Никита, я преподаватель, еще раз говорю, математики в онлайн-школе Умску, готовлю к ЕГЭ с 2018 года, помимо всего прочего, сам закончил физический факультет МГУ и Михаил Васильевич Ломоносов, и сейчас учусь в магистатуре в Германии. Для меня это возможность расширить свои познания в науке, и начерпать такого классного европейского опыта преподавания, который в последующем можно применять на своих курсах и благодаря чему их улучшать. За все это время подготовил более 1200 учеников, и благодаря моей европейской системе и подходу к обучению каждый третий студент сдает на 80 плюс баллов, что я считаю очень классным результатом, который может мотивировать сдавать еще лучше. И если вы до сих пор считаете, что этот балл для вас недостижим, я спешу вас окончить или обрадовать, зависит от этой ситуации, что система, которую я разрабатываю, она подсильно каждому. Она подсильно реально каждому. Если вы сейчас смотрите это видео, вы опять же понимаете, что вот есть возможность пободать номер 11, разобраться с ним в какой-то более такой крутой степени. Если вы сейчас готовы себе задать вопрос, вообще говоря, какие задачи я реально не понимаю, то спешу вас обрадовать, что вообще говоря, много задач требует практики, много задач требует разбора и так далее. А сейчас на дворе март, на время выпуска видео, где-то около марта, начало апреля. И на самом деле вот здесь прям реально можно испугаться. Что реально делать-то? Что реально делать с ЕГЭ-то? И здесь я вам скажу следующее, ребят, что масса полезных материалов, которые вы можете найти для подготовки к ЕГЭ, она находится на у меня телеграм-канале. Подписываться, не подписываться, ваше дело. Но перейдя по ссылочке в описании, вы найдете массу полезных материалов, вплоть до статьи, как можно заботить геометрию самостоятельно, со всеми ссылками на учебники и на прочее, на прочее, как их использовать, что читать, что решать и так далее. Методичка, написанная мной, касательно того, как можно заботать параметр, тоже самостоятельно, какие есть типы, как их решать и как вообще подступиться к этой задаче. То есть масса всего полезного вы можете найти непосредственно на телеграм-канале. Подписывайтесь, буду рад. Изучайте, все бесплатно, все в этом доступе. Поэтому я думаю, что для себя это крайне-крайне полезно. И для тех, кто хочет реально пнуть себя под одно место и заботать все капитально, ребят, я открываю курс Flash. Flash Neo, который будет состоять в том, что за 45 дней вы подготовитесь к ЕГЭ или заботаете те задачи, которые у вас западают на очень высокий балл. Подготовитесь эффективно, очень круто. И на мой взгляд, это будет очень такая классная, полноценная подготовка за очень короткий промежуток времени. И слушайте, ну за 45 дней, за 45 дней, реально. Если вы сейчас готовитесь с нуля, будет, конечно, дико-дико сложно. Но я предоставляю абсолютно полный курс подготовки к ЕГЭ для того, чтобы вы могли набрать самые высокие баллы за самые сжатые сроки. Поэтому Flash это очень классный курс. И для того, чтобы узнать все возможные подробности, цены, что, куда, зачем, почему, пишем в ВК кодовое слово Salivan. Ссылочка есть в описании к этому видео. И опять же, ребят, не затягивайте подготовку. Самая большая ошибка считать, что все само сложится. Нет, так ничего само не сложится. Нужно реально сидеть заниматься, нужно разбираться. А для того, чтобы это было эффективно, чтобы не повторять ошибок и уже прийти на реально структурированный, понятный курс, вот он вам. Я его подготовил. Пожалуйста, приходите, напишите кодовое слово, узнаете все подробности. Я буду вас всех ждать на вебинарах. И давайте начинать. Задача номер 1, соответственно, первого варианта. Нужно найти наименьшее значение функции на каком-то отрезке. Посмотрите, что мы первое сразу знаем. Для того, чтобы найти наименьшее значение функции, сначала нужно найти производную. Давайте найдем производную. y' будет чему равно. И чтобы посчитать производную от этой штуки, я сразу скажу, что это будет x в первой умножить на x в степени 1 вторая. А это, в свою очередь, x в степени 3 вторых. То есть, получается, мы берем производную от x в степени 3 вторых. 3 вторых вылезают вперед, а степень уменьшается на единичку. То есть, будет 1 вторая. Минус 27. И производная от 6 соответственно 0. Приравниваем к нулю. Приравниваем к нулю. Давайте сразу домножим на что? На 2 третьих. Исбавимся от коэффициента перед x в степени 1 вторая. Получается, x в степени 1 вторая будет... Давайте сразу равно напишем. Будет 27 умножить на 2 делить на 3. 27 делить на 3 будет 9. На 2 18. Тогда, получается, x будет равно 18 в квадрате. То есть, получается, вот такая вот точка. Я даже досчитывать ее не хочу. Там большого смысла нет, на самом деле. Если вы не помните, чему равен 18 в квадрате. Или не уверены, можете не писать. Нас не спрашивают значения точки максимума. Поэтому нам на это плевать. Нам единственное, что нужно удостоверить, что эта точка в 18 в квадрате является точкой минимума. Точкой минимума. Поэтому смотрим, что такие у нас знаки принимает производная. Если мы уходим левее 18 в квадрате, да, то есть все это выражение тогда будет принимать положительное значение. Соответственно, левее будет отрицательное. А как тогда будет вести себя функция? Функция, если производная отрицательная, будет нас убывать. А если производная положительная, значит, будет возрастать. То есть, получается, 18 в квадрате – это точка смены падения функции, да, падения функции на ее, соответственно, рост. То есть, вот получается такой вот овражек. Получается, это точка минимума. Тогда, чтобы найти наименьшее значение этой функции, мы сделаем следующее. Мы посчитаем у от 18 в квадрате. Что это будет такое? Мы с вами уже знаем, что x – это будет 18 в квадрате. x в степени 1, 2 – это будет просто 18, да, то есть можно прямо вот так подставить. И минус 27 умножить на x. x – это 18 в квадрате. И не забываем поддобавить еще шестерочку. Равно, равно. Давайте что мы сделаем? Мы сделаем следующее. Чтобы посчитать как-нибудь попроще, чтобы посчитать как-нибудь попроще, давайте вытащим 18 в квадрате, как общий множитель. Останется 18 минус 27, 18 минус 27, и плюс 6, и плюс 6. Отсюда мы что получаем? Отсюда мы получаем следующее. Как бы это еще попроще посчитать, чтобы вообще не напрягаться. Чтобы вообще не напрягаться. Ну, давайте, ладно, скажем, что это будет просто минус 9. Это будет минус 9, да. Тогда, тогда, минус 9 на 18 в квадрате плюс 6, плюс 6. Давайте, что мы еще сделаем? Мы сделаем так. Мы представим 18 в квадрате как 6 в квадрате на 3 в квадрате. И вытащим шестерку вперед. Получится минус 9 умножить на 6 и на 3 в квадрате плюс 1. Вот так. Вот так. Отсюда получается 3 в квадрате и девяточка. Это будет 81, да. То есть, получается 6 на минус 81 умножить на 6 плюс 1. Отсюда мы что получаем? Пум-пру-пум-пум-пум-пум-пум. Отсюда мы получаем 6 умножить на сколько? На 400, на минус 485, да. 485. И отсюда мы получаем ответ. Это будет минус сколько? 2000. 2000. Пум-пру-пум-пум. 2910. Вот такой вот ответ. То есть, ответ на эту задачу, ответ на эту задачу 2910. Вот такая задача. И там, да, действительно будут прототипы на корне. И здесь ключевой момент состоит в следующем. Что вот этот корень, да, или произведение х на корень из х, удобнее представить через х в степени 3 вторых. Через х в степени 3 вторых. И дальше рассчитать производную, находить точку минимума максимума, или что вам будет сказано. Вот. И единственный момент, который нам остается здесь сделать, вообще говоря, надо было бы посмотреть на отрезок, да, посмотреть на отрезок. Мы знаем, что это будет единичка, это будет единичка. А 18 в квадрате явно меньше, чем 422, хотя просто потому, что 422 больше 400, больше 400, это 20 в квадрате. Поэтому этот шаг я пропустил, потому что он такой очевидный, его не стоит даже принимать во внимание, ровно из-за того, что мы просто ограничили 18 в квадрате слева-справа, а промежутки возрастания и убывания функций у нас никак не изменились. Окей. Едем дальше. Едем дальше. Задачка номер 2, вариант номер 3. Найдите на небольшое значение вот такой вот функции, да, то есть с натуральным логарифмом тоже на каком-то отрезке. Ну, давайте смотреть. Снова найдем значение производной. Это будет что такое? Производная внутренней функции будет сколько? 12. А давайте как сделаем? Вот этот натуральный логарифм? А, можно так не делать. Ладно, бог с ним. То есть это будет сколько? Производная внутренняя функция 12 на x плюс 18 в 11 степени, да, и делить на что? И делить на x плюс 18 в 12, да. По-хорошему можно вот это вот сократить сразу в 12. Уйдет в знаменателе и будет минус 12 тут. Выносим 12 к общему множителю. Остается что? Остается единица делить на x плюс 18 и минус 1. Вот такая штука. И все это дело уже приравнять к нулю. То есть получается нулю у нас может быть равна только эта скобка. То есть получается следующее. Приводим к общему знателю. Будет единица минус x минус 18. Делить на что? На x плюс 18. И все это дело равно нулю. Отсюда это будет сколько получается? Давайте так делаем. Ладно, пускай будет минус x минус 17. Делить на x плюс 18. И отсюда мы получаем следующее, да. То есть приравним к нулю. Вынесем минус. Вынесем минус и подставим вот сюда. То есть будет минус 12. На сколько? На x плюс 17 делить на x плюс 18. Ну это дело было у нас равно нулю. Теперь смотрим. Выходим на ось x. Отмечаем нули. Нули нашей функции. То есть что это получается? Будет точка минус 18 и точка минус 17. У нас есть отрезок от минус 17,5 до нуля. То есть мы тоже сейчас принимаем его внимание. y'y. Так. Правее 17. У нас вся скобка обращается в положительное число. Но минус перейдет. То есть будет минус. И дальше знаки череды. Минус, плюс, да. Окей, да. Тогда получается y у нас будет сначала убывать. Возрастать и убывать. Дальше нас спрашивают про отрезок от минус 17,5 до нуля. То есть это будет где-то отсюда досюда. То есть получается здесь у нас плюсик. Здесь у нас минус. Да. Для y'y. Соответственно получается, что точка минус 17 и минус 17 у нас является точкой максимума. Да, то есть в своей максимальной точке у нас функция достигается у наибольшего значения. Тогда, тогда y, вот минус 17, это будет чего такое? Это будет натуральный логарифм. Минус 17 плюс 18 в степени 12 и минус 12 умножить на минус 17. Это будет что такое в свою очередь? То есть в аргументе логарифма будет, соответственно, единичка. Весь логарифм обращается в ноль. Тогда наш ответ будет просто 12 умножить на 17. 12 умножить на 17 это будет сколько? Это будет 204. Да, то есть вот такой вот ответ на задачу. Вот такой ответ на задачу. 204. Все, кайп, разобрались. Погнали дальше. Сдачка номер 3. Снова нужно найти наименьшее значение функции и на отрезке каком-то от минус 7 до 0. И здесь вот такая вот функция такого вида. У нас есть x старшей степени больше двойки. Там везде где-то тройка. Может где-то мерикнуть какой-то коэффициент. Но плюс-минус цифры там плюс-минус одни и те же самые. Вот. И механика никак не меняется. Для того, чтобы найти наименьшее значение функции, сначала нужно найти что? Мне нужно найти все возможные экстреммы этой функции. То есть мне нужно найти точки минимума, точки максимума. Окей. Давайте найдем. Как мы их будем искать? То есть нужно найти сначала производную. Производная будет следующая. Производная от x в кубе это будет 3x в квадрате. Производная от 18x в квадрате это будет 18 умножить на 2x. И производная от 81x это будет просто 81. И производная от 56 у нас равна 0. Приравниваем все это дело к 0. Что отсюда получается? Давайте, я же не просто так все это особо не умножал, я что и сделал, я все поделю на сколько, я поделю на 3. Тогда, тогда это будет равно чему? Это будет x в квадрате, x в квадрате плюс сколько? Плюс 6 умножить на 2x и плюс 27 равно 0. Отсюда x в квадрате плюс 12x плюс 27 равно 0. Потеряем виета, произведение 27, сумма минус 12, то есть это будет минус 9 и минус 3. И минус 3. Отсюда выходим на ось x, отмечаем точки минус 3, минус 9. Так, нас интересует y штрих, да, то есть получается, что правее минус 3 вот это вот выражение, вот это выражение у нас будет положительное, потом отрицательное, потом положительное. Тогда функция y сначала возрастает, потом убывает, потом возрастает. Следовательно, следовательно, на отрезке от минус 7 до 0, от минус 7 до 0, то есть где-то отсюда до сюда, да, минус 7, нолик. У нас, соответственно, знак минус сохраняется, здесь будет знак плюс. То есть получается минус 3, это точка минимума, это точка минимума. Мы ищем наименьшее значение функции, поэтому движемся в верном направлении, то есть y от минус 3 мы сейчас посчитаем. То есть это будет сколько? Это будет минус 3 третьей степени плюс 18 минус 3 во второй степени плюс 81 умножить на минус 3 и плюс, мне здесь немножко не хватило, плюс 56. В этом случае тогда у нас будет чему равняться вся эта функция? Сейчас мы посчитаем. 56, конечно, ужасная чиселка. Так, как бы это посчитать попроще? Ну давайте, ладно, посчитаем в лоб. То есть получается минус 3 в третье, это будет минус 27, плюс 18 умножить на 9. Пока так оставим, может сократиться. Минус 81 умножить на 3 и плюс 56. 56. Так, тогда отсюда это будет чему равно? Ой, так, 18 умножить на 9, это будет сколько? Это будет 162. Дальше, 81 на 3, это будет 243. Ну и 56, как было, так и остается. Тогда это получается сколько? Минус 27, 56, 162 минус 243. Это получается минус 52. Минус 52. Ну да, вроде такой ответ. То есть получается ответ минус 52 на эту задачу. Окей, с этим тоже разобрались. Опять же, я говорю, что там очень часто вокруг одних и тех же вариантов номера конкретные дублируются. Поэтому, ребят, берем, решаем, разбираемся. Все прототипы, которые возможны, мы сегодня с вами разберем. Итак, номер 4, вариант номер 7. Что здесь дальше у нас следует? У нас здесь прям интересно получается. У нас здесь произведение какой-то линейной функции, какую-то тригонометрическую. Это прям радует. Давайте смотреть. Найдите точку максимума функции, принадлежащей промежутку, не включая от нуля до π пополам. Но давайте сначала мы проделаем все те же самые манипуляции, которые мы проделали всегда. Почитаем производную. Это будет что такое? Производная – произведение двух этих функций. То есть будет производная этой штуки. Это будет что такое? Это будет просто двоечка на косинус х неприкосновенный. Дальше, 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 дальше. Плюс. Эта функция у нас остается нетронутой. То есть 2х минус 1. На производную косинуса. Производная косинуса у нас будет минус синус. То есть здесь поставим минус. Здесь будет минус синус х. И, соответственно, дальше. Производная синуса – это будет косинус. То есть будет минус 2 косинус х плюс 9. Производная девяточки будет нулю. Мы даже 0 писать не будем. Все это дело должно обратиться в 0. И дальше начинаем смотреть, что у нас получается. Что у нас с вами получается? 2 косинус х и минус 2 косинус х. До свидания. Пока-пока. Так, дальше что у нас с вами получается? У нас с вами получается это следующее. Минус 2х минус 1 умножить на синус х. На синус х. Ну, по сути, это наш у штрих, и все это дело равно нулю. Но смотрите, у нас вариантов два. Либо синус х равен нулю, либо 2х минус 1 равно нулю. Либо одно, либо другое. Но прикол в том, что мы рассматриваем промежуток от нуля до пи пополам. Что такое промежуток от нуля до пи пополам? При том, что он еще и не включенный. То есть, вот он нолик, вот он пи пополам. И вот смотрим вот эту часть, по сути, тридеметрической окружности. И точки выколотые. То есть, нам нужно, чтобы синус х обращался в ноль. Синус х обращается в ноль, но, по сути, вот в этой точке. Она у нас выклота, и дальше нигде больше он в нолик не обращается. Получается, на интервальчике от нуля до пи пополам синус х у нас не обращается в ноль. Поэтому эта штука у нас всегда будет на этом интервальчике положительная. Единственный вариант обратиться в ноль, это благодаря вот этому множителю. То есть, 2х минус 1. Отсюда х будет равен чему? 1 и 2. И остается просто формально показать, что х, равный 1 и 2, у нас является точкой чего? Точкой максимума. То есть, y'y. Получается, что правее 1 и 2 у нас будет непосредственно минус, потому что у нас здесь минус впереди мелькает. А здесь будет плюс. Тогда, получается, мы возрастаем, убываем. Возрастание сменяется убыванием. Получается такой вот холмик. Отсюда мы делаем вывод, что это будет точкой максимума. Точкой максимума. И все. По сути, это наш ответ. То есть, остается записать его в виде десятичной дроби. Десятичной дроби 0,5. То есть, не забывайте, ребят, что если я спрашиваю точку максимума, то вы ищите x. Если у нас спрашивают про не больше и не меньше значения функций, то мы ищем, соответственно, y, как все предыдущие задачки. На всякий случай, это напомню. Погнали дальше. Задачка номер 5. Ходите точку максимума функций. То есть, если мы ищем точку максимума функций, то, соответственно, мы будем искать x. Ну, давайте искать. У нас функция вот такого вида. То есть, будем считать производную. Это будет что такое в этом случае? То есть, это будет производная вот всего этого квадратного трехчлена. То есть, будет, соответственно, что? Это будет 8x минус 36. Минус 36. И умножаем на вот эту всю экспоненту замечательный плюс. Производная этой экспоненты. Производная этой экспоненты – это будет веселая штука. То есть, будет производная, по сути, сложной функции. Сначала производная этой функции 33 минус x. Это будет просто минус единичка, да, впереди. А производная самой экспонента, она у нас никак не отличается от самой экспоненты. Ну, и все. И дальше домножаем еще на 4x квадрат минус 36x плюс 36. Как просто нетронутая функция. То есть, мы раскидали все как производное произведение. Теперь, вот эту экспонент вытаскиваем как общий множитель. Получается, e в степени 33 минус x. Умножить на что? На 8x минус 36 минус 4x квадрат плюс 36x и минус 36. О, прелесть какая. Равно-равно. Отсюда что это получается такое? С экспонентом мы ничего делать пока не будем. Остается. Дальше перепишем 4x квадрат плюс 36x плюс 8x. Это будет сколько? Это будет плюс 44x. Плюс 44x. И минус сколько? Минус 72. Минус 72. Равно. Давайте вытащим сколько вперед? Давайте вперед вытащим минус 4. Минус 4. Еще экспоненты остается. Получается, это будет x в квадрате минус 11x и плюс 72 делить на 4. То есть, это будет сколько? Если 80 делить на 4 это 20, это 20. То получается 2 раза, то есть 18, да? То есть, 18. Все, окей. Тогда получается, чтобы раскидать потерями вието на нули. Сейчас мы это перепишем. Нам нужно, чтобы 18 было произведением, да? То есть, произведение корней 18 суммы 11. То есть, будет 2 и 9. Отсюда это будет x минус 2 на x минус 9. И теперь снова мы приравниваем все это дело к нулю и получаем следующую штуку. Что у нас может быть нулю равно это, это и это. Но экспонента в ноль, как показательная функция, никогда не обращается. Поэтому эта штука у нас всегда будет строго положительна. Единственный вариант обратиться в ноль, это либо x равно двойке, либо x равно девяточке. И теперь методом интервалов мы выходим на ось x. У нас есть точка 9, есть точка 2. y штрих, y. Соответственно, смотрим. Правее девятки. Это положительно, это будет положительно. Знак плюс, но благодаря вот этому знаку минус у нас будет, соответственно, минус самый правый. И дальше знаки спокойно чередуем. Тогда функция убывает, возрастает, убывает. Нас интересует точка максимума. Точка максимума это будет точка смены роста на убывание. То есть, вот такой вот гора, холм, как хотите так называть. То есть, точка 9 это у нас максимум. И мы получили ответ. Пишем ответ. Ответ у нас, соответственно, девяточка. Задача номер 5 уничтожена. Давайте двигаться дальше. Задача номер 6. Вариант 10. Найдите наименьшее значение вот этой функции на отрезке. Ну, прекрасно. Что мы здесь можем сделать? 10 можно вообще говоря по-разному. Можно вообще говоря по-разному. Можно сделать замену, но я делать особо не буду. Давайте сразу почитаем производную. Потом сделаем замену. То есть, что тогда получится? Производная от этой функции. Производная от этой функции. У нас в степени сидит 2х. То есть, вытаскиваем производную от 2х. Это будет двоечка. И дальше на саму экспоненту. Производную на саму экспонент. То есть, мы просто саму экспонент умножаем. Дальше. Минус. Здесь у нас вообще ничего не происходит. Здесь будет просто минус 9e в степени х. И производная от троечки у нас ничему не равно. Все. Это нолик. Ок. Окей, вытаскиваем общий множитель e в степени x. И что у нас тогда остается? Остается здесь у нас двоечка умножить на e в степени x минус 9 равно 0. Дальше что у нас с вами происходит, ребятушки? Дальше происходит следующее. Хочется что сделать? Хочется, чтобы либо это было нулем, либо это было нулем. Но e в степени x явно не обращается в 0, а у второй скобки шансы на это есть. То есть получается тогда в этом случае e в степени x должно быть равно 9 вторых. Отсюда x должен быть равен чему? Это будет натуральный логарифм от 9 вторых. Я бы тогда вот эту штуку так бы и оставил. И тогда что получается? Мы должны выйти на ось x. Давайте здесь сделаем. На ось x. И проверить, что это будет действительно так. Вот наш натуральный логарифм 9 вторых. Дальше. Получается натуральный логарифм от 9 вторых. Это натуральный логарифм от скольки? От 4 с половиной. Правильно? Правильно. Так. И это получается у нас будет точно больше нуля. Это будет точно больше нуля. И меня интересует троечка, да? То есть получается... Это получается... Давайте можем даже проверить. То есть получается нужно сделать сравнение. Натуральный логарифм 9 вторых и тройки. И троечки. Ну давайте это сделаем. Давайте мы все это дело Что мы с ним сделаем? Мы его возведем в степень E То есть получается будет E Натуральный логарифм 9 в 2 E в 3 То есть мы понимаем, что E это штука больше Типа двойки, это 2,71 Тогда получается здесь будет 9 в 2 И E в 3 То есть это получается 4,5 А здесь E в 3 То есть получается 2,7 в 3 Но это будет явно больше, чем 9 в 2 И 4,5 То есть будет больше и больше Меньше для Натурального Логарифа 9 в 2 Получается тройка где-то тут Тогда смотрим на знаки То есть Y в 4 и Y Получается, что правее Если мы свое правее Относительно E в степени X Как 9 в 2 То получается здесь будет плюсик Здесь будет минус Получается натуральный логарифм 9 в 2 У нас что? Является точкой минимума Точка минимума Ну, не пугайтесь, ответ, конечно, для точки минимума не очень приятный, но для того, чтобы подставить, посчитать, вполне себе неплохой. То есть, получается, мы считаем Y натурального лифта 9 вторых, да? То есть, получается, следующая штука, следующая штука, E в степени какой? А давайте, знаете, куда подставим? Давайте подставим вот, вот так сделаем. Я вынес общий множитель, да, вот здесь вот, чтобы там с двойкой особо не мучиться. Или можем мучиться. Давайте, ладно, мучиться, бог с ним. Вот мы решили мучиться, значит, мы мучиться. 2 в степени натурального лифта 9 вторых. Минус 9, E натуральный логарифм 9 вторых, минус 3. Равно чему? Вот эту двоечку засунем вот сюда, как степень 9 вторых. И дальше, по основному электрическому утвержденству, просто снимаем 9 вторых и в квадрате. И в квадрате. Дальше, минус 9, здесь тоже будет самое 9 вторых и минус 3. То есть, получается, это будет 81 четвертая минус 81 с половиной минус 3. Минус 3. И это будет сколько? Это будет минус 81 четвертая минус 3. И это будет сколько? Это будет минус 20, минус 0,25, минус 3, то есть это будет минус 23,25, да, то есть минус 23,25. Вот такой у нас получается замечательный ответ. Минус 23,25. И мы записали, да, в ответ. То есть здесь опять же в ответ не забывайте, что в первой части, в первой части у нас разделительный знак является запятая, поэтому не забывайте его обязательно указывать. Поехали дальше. Задачка номер 7. Надеюсь, на ней большее значение вот такой вот функции. Вот такой вот функции тоже данный отрезок. Но опять же, здесь уже отрезок плюс-минус хоть какой-то осмысленный, да, в том плане, что у нас входящие точки, его можно будет как-нибудь проанализировать. Ну, давайте смотреть. То есть получается у нас следующая штука. Считаем производную точно так же. Производная от 49х, это будет просто 49. А производная от минус 46 синуса х, это будет минус 46, минус 46 косинус х. Производная от 37, соответственно, нолик. Приравниваем к нулю, приравниваем к нулю. И отсюда делаем следующий вывод, что у нас в нолик обращается только, когда косинус х, когда косинус х у нас будет равен 49, 46, чего быть не может, потому что эта штука у нас строго больше единицы. И тогда, и тогда мы будем проделывать следующую операцию. То есть мы здесь даже не будем вообще ничего исследовать на предмет того, как у нас там что меняется, где что возрастает или убывает и так далее. Нам достаточно будет понять, что вот эта функция, вот эта функция не меняет спад на рост или вообще у нас просто она тупо возрастает или тупо убывает на вот этом отрезочке, да, на вот этом отрезочке. Ну окей. Тогда, тогда нам просто достаточно посмотреть, где у нас будет обращаться вот эта функция в точке минус пи пополам или в точке ноль или принимать свое наименьшее значение. То есть просто тупо сравнить на концах этого отрезка. Еще раз, почему я сделал такой вывод? Из-за того, что у меня производная в ноль не обращается нигде, в ноль не обращается нигде, значит она либо тупо растет, либо тупо убывает. Значит, для того, чтобы найти наибольшее или наименьшее значение, она достаточно будет посмотреть на края отрезка. То есть если она тупо возрастает, в свое наименьшее значение она будет принимать, В самом левой точке Если она тупо убывает Значит она будет принимать где? В самом правом И наоборот все эти вычисления будут происходить Для того чтобы просто это выяснить Давайте посчитаем соответственно y от 0 Это будет 49 умножить на 0 Минус 46 от синуса 0 Это тоже будет 0 И плюс 37 И дальше считать даже не буду Объясню почему Потому что мы имеем дело с первой частью Если я подставлю точку минус π пополам Вот сюда у меня получится минус 49 вторых π пополам Здесь у нас естественно там будет Минус единичка Минус единичка Но меня это совершенно не устроит Потому что вот эта иррациональность в виде π пополам Она останется Поэтому ну извините Я даже считать не буду Потому что явно вот это не пойдет Поэтому на этом можно остановиться и записать ответ Ответ будет 37 Все, вся задача Поехали дальше Останавливаться не будем Темп хороший взяли Иначе едем дальше Задачка номер 8 Найдите наибольшее значение Вот такой вот функции Да, то есть опять же Какая-то там пятая степень Еще что-то Но, ребят, здесь пугаться не надо Давайте снова Будем следовать алгоритму Что у нас получается Производная от x в пятой степени Это будет 5 степени x 5 на x в четвертой степени Плюс сколько 15x в квадрате Минус 140 Минус 140 И это все дело должно обратиться в ноль Давайте вынесем пятерку Что это будет такое? Это будет x четвертый Плюс 3x в квадрате Минус сколько? Минус 28 И все это дело равно нулю Отсюда я хочу найти нули вот этой функции Да, но для начала Опять же, давайте сделаем как? По-хорошему я бы делал замену Я бы делал замену Типа x в квадрате равно t И все в этом духе Но, опять же, ребят, мы понимаем Что это просто квадратное уравнение По x в квадрат Относительно x в квадрате Что то же самое Я себе сделал замену Ее мне делать Особого желания нет Поэтому я сделаю следующее Я знаю, что потеряем вието Для этого квадратного уравнения Относительно x в квадрате Произведение корней Это будет минус 28 А сумма 3 Что у меня дает Произведение 28 А сумма 3 То есть это будет типа что-то 7 и 4 Нужно, чтобы было минус 3 Единственное, что То есть это должно быть Минус 7 и 4 Окей, то есть, да, получается 5 на x в квадрате Плюс 7 на x в квадрате Минус 4 Опять же, из-за того, что я Скорю, что у меня переменная Квадратное уравнение Это x в квадрате Что то же самое, что сделать Замену переменной Просто этот шаг пропустил Чтобы не тратить ваше время Равно нулю Теперь смотрим Вот эта штука явно Раскладывается у меня На что? На разность квадратов А вот эта штукенция У меня в ноль вообще Никогда не обращается Потому что заведомо будет Строго больше нуля Из-за того, что здесь Ну, опять же, квадрат У нас здесь самое маленькое число Которое может получиться После возведения квадрата Это может быть нолик К нулю я прибавляю Всего семерочку Поэтому эта штука У меня всегда больше 7 Всегда больше 7 И тогда единственный вариант Что я могу сделать Я могу сделать следующее Я могу x в квадрате минус 4 Раскликать как раз в квадрате Как я уже сказал То есть, будет 5 Даже вот мы пока Оставим это на месте x в квадрате плюс 7 На что? На x минус 2 На x плюс 2 Все это дело равно Ну, по сути, нашей производной y штрих Ну, и по сути, должно быть Равно уже нулю Как мы это уже выяснили Да, то есть, мы нашли нули И раскидали Теперь смотрим Как у меня ведет себя производная Как у меня ведет себя производная Нули у меня единственное Как я сказал Это либо x равно двойке Либо минус двойке Будет минус 2 2 Что у меня дальше получается? Правее двойки Вся функция у меня Вся производная будет У меня положительное значение Дальше знаки чередуем А сама функция Что будет делать? Возрастать Убывать Возрастать И меня спрашивают Про отрезок от минус 8 До минус 1 То есть, это где-то типа тут Минус 8 И минус 1 Где-то тут Да Ну, мы знаем, что от минус 8 До минус 2 У меня плюсик От минус 2 До единички Будет минус Соответственно Функция у меня сначала возрастает Потом и бывает То есть, получается Мы нашли точку максимума Точку максимума Отсюда Нам, чтобы почитать Наибольшее значение И нужно всего лишь Почитать Y от минус 2 От минус 2 Чему это тогда будет равно? Это будет равно Соответственно Минус 2 Пятой степени Плюс 5 На минус 2 Третий Минус 140 Умножить на минус 2 Давайте здесь поставим плюсик То есть, опять же Из-за того, что здесь минус Там минус минус 2 Получается плюс Окей Окей Что это получается? Здесь будет минус 32 Минус сколько? Минус 40 И плюс 280 280 То есть, это получается минус Это получается минус 72 То есть, ответ получается 208 Все Вся, по сути, задача Очень прикольная Но ничего сложного Опять же, то есть Если сравнивать с предыдущим годом С предыдущим годом сборника Насколько я помню Там задачи, вообще говоря, не сильно отличались Поэтому, на мой взгляд Ждать каких-то супер сюрпризов В номере 11 В 23-м году Я бы не стал То есть, не думаю, что там будет что-то супер Всех естественное Но, опять же, давайте поработаем Задачка номер 9 Теперь, да, это будет какой-то там 17-й вариант Что у нас здесь тогда будет? Игорь штрих Иж технос просит найти точку максимума Поэтому будем искать Что? Будем искать x Мы уже считали что-то подобное с логарифмом У нас получилось 11 делить на x плюс 25 И минус сколько? Минус 11 Приравниваем к нулю Вытаскиваем 11 как общий множитель Получается единица И сразу приводим к общему взгнателю Будет минус x минус 25 Делить на x плюс 25 И равно нулю 11 оставляем Получается минус x минус 24 Минус 24 делить на x плюс 25 И это все, по сути, мой y штрих Я давайте минус вынесу вперед Вот здесь А здесь магии доски Вот так и сделаю плюс Окей Находим нули моей производной На x, y штрих Минус 25 И минус 24 Соответственно, здесь у меня минус Здесь у меня плюс Здесь у меня минус Производная тогда У нас если отрицать на то функция Убывает Если положить на то возрастает И все повторяем Нас интересует точка максимума То есть точка максимума У нас получается x равная минус 24 Она идет в ответ То есть здесь достаточно все бодренько Быстренько получилось И если вам такая задачка попадется на игр Я буду безумно рад Потому что сделать ошибку достаточно сложно Окей Идем дальше Задачка номер 10 Найдите наименьшее значение функции Вот такой вот Вот такой вот То же самое мы будем сейчас сделать Считать производную То есть посчитали производную Уже половина задачи точно сделана Смотрите Что нас будет здесь интересовать Меня интересует Производное произведение Да То есть сначала Производная этой штуки Это будет сколько Это будет 2 На x плюс 4 И опять же Еще раз Как я это делаю Давайте на следующем случае Объясню Для тех Кто не очень хорошо считает Производной Типа Если У меня есть такая штука Как x плюс 4 И в квадрате Я хочу взять от нее Производную Есть два варианта Развитие событий Вы либо раскрываете квадраты Дальше Почлен наберете производную Либо говорить Что у меня здесь сложная функция Внутренняя функция x плюс 4 А внешне вот этот квадрат Тогда По правилу Вычисления производной Сложной функции Мне сначала идет Производная внутренняя От x плюс 4 Да То есть будет ее Производная равна На единичке И мы умножаем На производную Сложной функции То есть теперь На производную Вот как будто бы Вот это все Какая-то переменная Мы берем по этой переменной Производную И не забываем про квадрат То есть получается Что у нас Двоечка вылезает вперед Наша переменная x плюс 4 Остается на месте Как бы переменная По которой мы брали Производную А степень уменьшается На единичку То есть будет единичка Получаем ровно то Что я написал Окей И умножаем Соответственно возвращаясь сюда На неизмененную экспоненту Плюс что? Плюс производная Этот экспонент Это будет что такое? Тоже сложная функция То есть берем Производную сначала От того что у нас в степени То есть от минус 4 Минус x Там будет равно Минус единичке Да просто Дай здесь минус поставим Просто и все И дальше Производную по всей экспоненте Но производная Экспонент у нас никак не меняется Будет минус 4 Минус x Минус 4 Минус x И дальше на Нетронтую вторую функцию То есть x плюс 4 В квадрате Да Здесь мы сделаем следующее Мы снова выносим Экспоненты вперед Минус 4 минус x. У нас остается что? А давайте еще x плюс 4 вынесем. x плюс 4 еще вынесем. Остается 2 и минус x минус 4. Вот так. Отсюда, отсюда это будет e в степени минус 4 минус x на x плюс 4. А во второй скобке остается минус x. Сколько? Минус 2. Давайте снова я магию доски применю. Здесь поставлю плюс. Здесь минус уберу и вынесу его вперед. Хорошо. Это все дело должно равняться нулю. То есть получается, выходим на ось x. Выходим на ось x. У меня есть две точки. Минус 4 и минус 2. Правее минус 2 у меня вот эта вся часть будет положительной. Но из этого минуса, который стоит впереди, у меня все будет отрицательно. То есть будет минус плюс минус. Это мы говорили про нашу y штрих. Тогда y будет убывать, возрастать и убывать. Нас интересует наименьшее значение функции. То есть вот эта вот точка. Точка минус 4. То есть где мы сменяем спад на рост. То есть получается такой вот, такой вот, такой вот, такая вот яма. Тогда остается посчитать y от минус 4. Что у меня тогда получается? Получается минус 4 плюс 4 в квадрате и на экспоненту в степени минус 4 минус плюс 4. Ну, как бы, что вот здесь будет, меня вообще мало волнует. Хотя я понимаю, что это будет просто единичка. Все. Вся экспонент будет единичка. Но из-за того, что у нас здесь ноль, умножаясь на какое-то число, у нас все будет ноль. Поэтому наименьшее значение функции. Ответ. Да, то есть опять же, нам говорили про отрезок. Отрезок. Но я почему-то каждый раз его упускаю. Ровно из тех соображений, что вот, ну, он у нас лежит здесь. Минус 5 и минус 3. И все здесь легко считается. Все здесь легко считается. Поэтому у нас ничего здесь особо не меняется. А ответ будет какой? Ответ будет нолик. Ответ будет нолик. Все. Все, едем дальше. Остается еще там какое-то количество задач. Давайте их все прорешаем. Задачка номер 11. Снова берем производную. Берем производную. Что у нас здесь с вами получается? Давайте рассмотрим вот этот. Это слагаемое как производную чего? Производную произведения. Тогда у нас будет следующее. Производная от x плюс 4 в квадрате. Это будет 2х плюс 4 на х плюс 1. Мы с ним ничего не делаем. Плюс что? Плюс что? Производная этой штуки на нетронутую эту штуку. То есть получается на х плюс 4 в квадрате. И здесь производная единичка, поэтому ничего не делаем. Производная от девятки 0. Все. Дальше приравниваем к нулю. Выносим общий множитель х плюс 4. У нас остается 2х плюс 2 плюс х плюс 4 равный нулю. Отсюда х плюс 4 равно 3х плюс 6 равно нулю. Выносим отсюда тройку из второй скобки. И сразу на нее делим. Тогда получается х плюс 4 на х плюс 2 равно нулю. То есть выходим на ось х. У нас минус 2 здесь, минус 4 тут. У штрих. Смотрим на у штрих. Что у нас там получается? Правее минус 2 будет плюс. Дальше знаки спокойно чередуем. Тогда сама функция возрастает, убывает, возрастает. Окей. Отсюда тогда что у нас с вами получается? Нам нужна точка минимума. Точка минимума. А точка минимума у нас как раз минус 2. То есть там где мы сменяем падение на рост. Ну и все. Пишем ответ. Минус 2. Ответ минус 2. Едем дальше. Задачка номер 12. Задачка номер 12. Нужно найти точку минимума вот такой вот функции. То есть последний из возможных прототипов, который вам может встретиться. Берем производную. Производная от такой штуки это будет сколько? 162 как эффект никуда не надевается. И дальше минус х в квадрате на знаменателе. И дальше плюс двоечка. Все. Приравниваем к нулю. Давайте поделим на 2. У нас потенциальный знак никак не изменится. Или мы можем даже просто вынести. Как угодно это можно сделать. Но опять же здесь получается будет сколько? 81 делить на х в квадрате плюс 1 равно 0. Отсюда х в квадрате будет чему равно? Х в квадрате должен быть равен тогда 81. Отсюда х будет равен плюс-минус 9. Отсюда выходим на ось х. На ось х. И вот эту штуку можно переписать как? Можно переписать в общем виде. Это будет х минус 9 на х плюс 9. Вот так, чтобы было проще исследовать. Кому так проще? На х в квадрате равно 0. Отсюда у нас есть три точки. Соответственно нолик. Какой-то у меня ужасный нолик получился. Девяточка и минус девяточка. Производная у штырих. Смотрим какие у него будут знаки. То есть здесь у нас будет плюс. Дальше у нас идет минус. И так как х в квадрате у нас корень во второй степени. То есть знак тогда не меняется. Переходи через него. И здесь будет снова плюс. Здесь будет у. И дальше смотрим. Смотрите. У нас получается классная ситуация. Здесь возрастает. Здесь убывает. Потом снова убывает. И здесь возрастает. Все. И нас спрашивают про точку минимума. А точка минимума это точка, в которой у нас падение сменяется на рост. То есть получается вот такая вот штука. Отсюда мы делаем вывод, что точкой минимума у нас является девяточка. И пишем ответ. И пишем ответ. Отсюда ответ у нас будет девяточка. Все. Спокойно задавим девяточку ответ. И на этом все, ребят. На этом все. То есть если вы хотите реально разобраться в 11 номере, ребят, приходите. Приходите на Flash. Полностью все возможные прототипы разберем. На ЕГЭ пройдете уже просто как монстры. Плюс не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Задавать вопросы. Всегда буду рад ответить. На этом все, ребят. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok